Приветствую вас на портале видеоуроков MoftBlog. Продолжаем наш курс по разработке iOS-приложения To-Do-List. Сегодня поговорим про стартовый скрин нашего приложения. С вами Александр Сенин. Я занимаюсь разработкой мобильных приложений и обучением разработки мобильных приложений школы разработчиков iSchool. Ссылка на мой канал под этим видео. Итак, стартовый скрин. Давайте откроем наш проект. Я сперва покажу, где он у нас находится. А потом мы его уже нарисуем. Значит, вот по умолчанию, вот здесь мы открываем наш проект и смотрим на закладку App Icons and Launch Images. Вот, пожалуйста, Launch Screen File. Launch Screen. Вот он, launchscreen.storyboard. То есть вот этот вот storyboard у нас будет показываться при запуске приложения. Ну, например, давайте какую-нибудь добавим сюда элемент. Например, label. Вот что-нибудь я добавлю. Start Screen. И посмотрим, как это работает. Так, запускаем на восьмом айфоне. Значит, пока у нас загружается симулятор, я скажу рекомендации, которые дает Apple для стартового скрина. А рекомендации следующие. Рекомендуется, вот, пожалуйста, отображать стартовый скрин как экран интерфейса без активных элементов. Ну, то есть вот кнопки Edit, плюс затереть. И чтобы не было здесь вот у нас таблички с Todo Item. То есть просто, чтобы была разлинованная пустая таблица, да. Ну, это как-то скучно, вы знаете, да. То есть иногда это имеет место быть. Но вот в нашем случае мне нравится, когда нажимаешь на иконку приложения, и эта иконка вот не стартовым скрином вылетает, а эта иконка как бы она расширяется на весь экран. Для этого вот на стартовый скрин нам надо поместить непосредственно иконку, да, с закругленными краями. То есть у нас в ассетсах эта картинка уже есть. Вот она, да. App Store Icon 1024 на 1024. Сейчас мы просто ей закруглим края и разместим ее вот сюда. Текст. Ну, давайте, во-первых, возьмем эту картинку правой кнопкой, показать ее в Файндере. Вот я ее возьму, скопирую на рабочий стол. Скопировал я ее на рабочий стол. И теперь мы можем закруглить края в фотошопе, да, открыть его там, маскировать эту картинку, но это слишком сложно. Вот. Для вас я нашел вот такой ресурс. Называется он ThomasFinch.me iOS Icon. Вот она как раз, вот этот вот iOS 7 плюс Icon Generator. Да, вот мы выбираем сюда файл. На рабочем столе берем нашу иконку. И вот, пожалуйста, он нам ее, он нам у иконки закругляет края. Мы ее загружаем. Это наша иконка. Rounded Icon. Мы ее добавим давайте в проект. Добавим ее в каталог Assets. Вот сюда. Вот она у нас, Rounded Icon. Выберем ее. Так. Универсальная. Давайте посмотрим ее размеры. Она у нас 1024, она 1024 и занимает 454 кмб. Вот это да, окей. Теперь на Launch Screen добавим элемент, который называется Image View. Вот сюда. Значит, прикинем примерный размер. Давайте сделаем его 240 на 240. Вот на вкладке Size Inspector это можно сделать. Разместим его по центру и чуть выше. Вот так. И вот здесь, где Auto Sizing, уберем вот левую вот эту вот палочку мы убираем. Тогда у нас для всех размеров экрана у нас он будет по центру расположен. То есть и для шестого айфона, и для шестого плюс. Ну, в нашем случае уже получается для восьмого, для восьмого плюс, для iPhone X и так далее. Для всех он всегда будет по центру. Теперь давайте им картинку привяжем. Это у нас Rounded Icon. Ну, пожалуйста. Еще, наверное, имеет смысл чуть повыше ее поднять. Может быть, да. Может быть, это вам отдаю на усмотрение. Может быть, здесь тоже будет написать To Do List. Ну, и побольше сделать шрифт. И также разместить это по центру. Тоже протестируйте. То есть я сейчас это не буду делать, но вы в своем приложении это протестите. Может быть, оно так будет комфортнее восприниматься. Окей. Давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть. Запускаем приложение. Запускается у нас симулятор. Ну, то есть, вот здесь имеет смысл, ну, просто поиграть, да, с размерами иконки. Сделать ее чуть побольше, чуть поменьше, там, разместить повыше, пониже. Вот, видите, да, появилось. Разместить по центру. И вот, что более комфортно будет восприниматься вами, то и оставить. Так, давайте установим приложение, запустим симулятор. Опа, To Do List. По-моему, комфортно, да? Ну, может, чуть ниже опустить. Вот это уже вам отдаю. Про экспериментируйте. Итак, у нас есть иконка, у нас есть стартовый скрин. В следующем занятии, мы уже приближаемся к концу, да, то есть, у нас уже функционирующее приложение с дизайном, с иконкой. Я хочу сделать следующее. Я хочу, чтобы неотмеченные дела, то есть, количество неотмеченных дел отображалось бейджем вот здесь на иконке. Чтобы мы видели, сколько нам дел еще нужно будет сделать, да. То есть, вот в данном случае у нас здесь будет висеть бейдж 2. Если мы дело сделали, то здесь будет бейдж 1. Если невыполненных дел нету, то To Do List у нас иконка будет вообще без бейджа. Этим займемся в следующем занятии. С вами был Александр Сенин. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях к этому видео. Вопросов нет, ставьте лайк. До встречи в следующем занятии.